Третье лесопромышленников могут уйти с рынка. Эксперты называют возможной причиной увеличения ставки платы за заготовку древесины. Жители Прикаме неохотно берут кредиты на покупку потреб товаров в Пермский край среди аутсайдеров рейтинга регионов России. На острове Бали в Индонезии может находиться до десятка пермяков. Всего, по сообщению Ростуризма, в связи с извержением вулкана эвакуировано около 300 россиян. НРБК новости Прикаме. Станислав Загайнов, здравствуйте. Доходы от использования Прикамских лесов в бюджеты всех уровней в текущем году могут составить более 1 миллиарда 100 миллионов рублей. Половина из этой суммы пополнит краевую казну, что больше по сравнению с годом минувшим почти на 30 процентов, рассказал глава профильного министерства на очередном заседании правительства края. Озвучено, что основной рост обеспечивает малый и средний бизнес, а это 55 процентов всех лесопользователей. По словам министра природных ресурсов, в текущем году предпринимателям было предоставлено в краткосрочную аренду до года на 100 тысяч кубометров леса больше, чем планировалось, более 400 тысяч кубометров. Это в два раза больше, чем в 2016. Такой же объем предусмотрен и на следующий год. На сайте Минприроды в тестовом режиме запущена карта лесных ресурсов, которая позволит потенциальным лесопользователям узнать о возрастном и породном составе лесов, местоположении участков, в том числе и тех, которые планируются выставлять на аукцион. Уже сейчас для малого и среднего бизнеса на портале предоставлена схема лотов лесных насаждений в Коми-Пермятском округе, а аукцион по которым пройдет 8 декабря. Но кроме того, прозвучало, что в Крае будет усилен контроль за лесопользованием. Кардинальным направлением борьбы с незаконным оборотом древесины станет внедрение системы контроля посредством видеофиксации перевозок древесины. То, о чем Ксенгиначевы сказали. И в 2018 году предполагается установка пунктов весогабаритного контроля и оборудования камеры в виде фиксации в местах наиболее существенного трафика. Председатель Ассоциации прикамских лесопромышленников Александр Суслопаров сообщил, что уже в следующем году до трети лесопользователей могут прекратить свою деятельность по причине убыточности предприятия. В связи с тем, что с 1 января следующего года федеральное правительство увеличит на 44% ставки платы за заготовку древесины. Он заявил о необходимости разработки мер поддержки предпринимателей, у которых в связи с нововведениями возникнут проблемы. Также предложено добиться возврата части средств, которые край отдает в федеральный бюджет из доходов в лесопромышленные отрасли на создание в Прикаме транспортной инфраструктуры, в особенности на севере края. Пермский край занял 76 место среди регионов России по динамике среднего размера кредита на покупку потребительских товаров. Данные приводит Национальное бюро кредитных историй. Согласно опубликованным данным, средний размер потреб кредита в Прикаме составил чуть более 115 тысяч рублей. Годом ранее показатель был на уровне 130 тысяч, спад более чем на 10%. Лидером рейтинга стала Ленинградская область, соседняя Свердловская и Кировская области заняли 65 и 69 места соответственно. Аутсайдером рейтинга стал Ненецкий автономный округ. По мнению экспертов, стабилизация ситуации в экономике стимулирует расширение необеспеченного кредитования и увеличение среднего размера потребительского кредита практически во всех возрастных сегментах. При этом самый большой рост среднего размера потреб кредита продемонстрировал сегмент самых пожилых заемщиков. Аналитики говорят, что это одна из наиболее известных и понятных кредиторам категории с информативной кредитной историей. Но несмотря на стабильный доход в виде пенсии, средний размер кредита для них по-прежнему значительно ниже, чем для представителей трудоспособного возраста. На острове Бали в Индонезии может находиться до десятка пермских туристов в связи с извержением вулкана. Эвакуированы десятки тысяч человек, порядка 300 из них граждане России, сообщает Ростуризм. Столб пепла от извергающегося вулкана приблизился к аэропорту, в связи с чем с понедельника рейсы на Бали отменены по всем направлениям. Самолеты разворачиваются в воздухе и совершают посадку в Сингапуре, Джакарте и других городах. В радиусе 7,5 километров от вулкана местными властями проводится массовая эвакуация жителей и туристов. Уровень опасности в зоне извержения повышен до наивысшей. Как сообщают российские туристы, на данный момент паники среди населения нет. Термики здесь нет, никакого смысла объединяться, потому что народ, как и в прошлый раз, примерно года два назад, когда было извержение вулкана на соседнем острове, народ просто приходит к своему самолету и им говорят, что их пока не вывозят. А в этот раз, я думаю, что будут просто подгоняться в соответствии с самолетами автобусы. Этими автобусами весь состав этого самолета будут вывозить на соседний остров. Оттуда уже, где аэропорты работают, люди полетят. По словам туристов, одни из дополнительных расходов, которые они понесут, это потери обратного билета из Москвы в Пермь. По сообщению российского посольства в Индонезии, российские граждане, у которых заканчивается разрешенный период пребывания по туристической визе, могут продлить его на 7 дней в аэропорту при предъявлении паспорта и авиабилета. Ассоциация гостиниц Индонезии подтвердила, что туристы, рейсы которых были отменены, будут бесплатно останавливаться в одной из гостиниц на одну ночь. Курс доллара в начале валютных торгов во вторник на московской бирже прибавил 6 копеек. Курс евро увеличился на 11 пунктов, следует из данных сайта биржи. Российская валюта дешевеет на фоне восстановления доллара, отмечают эксперты. Курс американца развернулся вверх после публикации сильной статистики в США. Кроме того, пик налоговых платежей пройден. Рост цен на нефть перед встречей ОПЕК-плюс застопорился на уровне 63,5 доллара за баррель, а курс доллара начал расти на Форекс, добавляют аналитики. В связи с этими факторами сегодня эксперты ожидают дальнейшее ослабление рубля. Желание покупателей заработать на восстанавливающем позиции долларе должно помочь именно на американской валюте. Но пока лучшее предложение по покупке доллара к этому часу в Перми в банке Нейва 58,30, по продаже в Локобанке 58,55. Лучшее предложение по покупке евро в банке Нейва 69,30, по продаже в Локобанке 69,55. На этом пока все. Оставайтесь на РБК и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Портал деловых новостей РБК Пермь. Один из лидеров среди бизнес-ресурсов города. Более 200 тысяч уникальных посетителей в месяц. Всегда свежие новости, актуальная и оперативная информация, интуитивно понятный интерфейс. Партнерский проект РБК Плюс. РБК Пермь. Помогаем принимать решения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова